Пятилетний ребенок получил перелом позвоночника при катании на горке. На катке школьник сломал позвоночник. На ледовой горке пострадал ребенок. Мужчина разбился, катаясь на ватрушке. Сотни пострадавших по всей России. Среди тех, кто оказался в больнице, как взрослые, так и дети. Трагические инциденты и в Оренбурге. Это видео сняли местные жители. Единственная дорога в одной из садовых товариществ областного центра превратилась в импровизированную горку. В любой момент здесь может проехать автомобиль. Вот это дети, которые находятся без родителей здесь на данный момент. Это дорога, проезжая часть. По всей области десятки подобных мест для катаний. С приходом зимы они появляются во дворах и около дорог. Там, где нет специальных ограждений. Именно такой участок проезжал и Семен Бабенков. Мужчина выезжал из своего дома, когда вся семья скатывалась на плюшки со стихийной горки. Не было никаких предупреждающих знаков, ничего. Я вышел с поворота и увидел эти плюшки. Две плюшки, я все-таки увернулся от них. Именно третья плюшка прилетела ко мне в машину, в правое крыло машины. Сам водитель признается, виновным себя не считает. Несмотря на это, молодой человек оказал первую помощь пострадавшему. Медики диагностировали у него перелом руки и четырех ребер. Каждый год в больницах оказываются десятки пациентов, увлеченных экстримом. Любители прокатиться с ветерком поступают в медучреждение с серьезными травмами. За снежное время, ну в день здесь получается от 20 до 50 человек. То есть те, кто обращается им первый раз по поводу произошедшей травмы. Травмы разные, это и ушибы, и раны, и переломы. Для этих молодых людей зимнее увлечение закончилось не на больничной койке, а в суде. В январе 2016-го они вместе с друзьями прицепили тюбинг к автомобилю и решили прокатиться. Случилось запрокидывание указанной надувной подушки. В результате чего лицо, находившееся на нем, слетело и в результате полученных травм скончалось. Тюбинг угодил под встречный автомобиль. От полученных травм пострадавший скончался на месте, а водитель привлечен к уголовной ответственности. Ленинский районный суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. Декабрь 2018-го года. Иркутск. На камеры видеонаблюдения попал момент ДТП. Тюбинг вылетел на встречную полосу прямо под колеса легковушки. Мужчина, который находился на ватрушке, получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы избежать подобной ситуации, сотрудники ГИБДД регулярно выходят в рейды, проверяют излюбленные места для экстремального отдыха. Выявляют и горки, выходящие на проезжие части. Такие обследования, ликвидация опасных горок будут проходить до весны, вплоть до схода снега. И, конечно, госавтоинспекция обращается ко всем гражданам. Не проходите мимо детей, которые катаются с горок на леди и скатов, выходящих на проезжие части. Обязательно делайте им замечания. Специалисты говорят, кататься на тюбингах нужно только на специальных трассах, там, где есть подъемники и необходимые ограждения. Если такой возможности нет, горка должна отвечать некоторым требованиям. Хорошо просматриваться без резких поворотов и обрывов. Кататься рекомендуется на склонах не более 20 градусов. И, главное, тюбинги ни в коем случае нельзя привязывать к движущимся автомобилям. Именно эти рекомендации смогут сделать ваш отдых по-настоящему безопасным. Редактор субтитров А.Семкин